добрый вечер дамы и господа мне один из моих френдов в контакте задал вопрос относительно того пьют ли в оптимистичной америке как в россии вообще меня это немножко зацепило относительно оптимистичности америки я расскажу вам о том что оптимизм американцев конечно фикция не знаю вообще откуда это берется наверное из-за того что американцы улыбаются при встрече ну как вы знаете наверное многие из вас знают что это просто традиции не более того ритуал вернее но улыбается улыбается дело не в том что там кому-то нет до вас дела я бы так не формулировал если вам вообще кто-то улыбается значит это уже проявление какого-то так называемого дела иначе люди могут и пройти мимо вас то есть совершенно не обязательно что все будут с вами здороваться и все улыбаться некоторые так не делают так что под одну гребенку я бы мести всех не стал конечно вот но вернемся к оптимизму и собственно алкоголю да но я скажу что пятница это тот день когда вся америка дружно напивается потому что впереди суббота а потом воскресенье там субботу продолжает на пи в субботу люди продолжают напиваться воскресенье уже так сказать похмеляются можно так сказать с утра пивком и соответственно в понедельник идут на работу на скучную нудную чаще всего неприятную работу я не вкалывают как проклятые вкалывают как лошади просто со страшной силой люди работают очень много работают как проклятые для того чтобы оплатить свои долги для того чтобы платить свои кредиты взятые в кредит тачки дома и много много чего очень модные новые большие телевизоры телефоны и все на свете все в кредит америка живет в кредит и потому она вынуждена вкалывать разумеется если ты не какой-то супер миллионер то есть ну даже миллионеры тоже не могу сказать что это люди абсолютно лишенные таких проблем и я знаком с некоторыми богатыми людьми и это тоже люди достаточно отягощенные своей жизни скажем так то есть есть ли счастье такое прямо счастье оптимизм я не знаю с некоторых пор у меня появился сосед драгдиллер обычно драгдиллеров представляют в кино как людей таких не знаю склонных и к роскоши и к я не знаю такому к праздному образу жизни да то есть не как бы свободное от торговли наркотиков и время развлекаются и прочее 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 как бы они такие оптимисты должны быть у меня есть один знакомый который живет в другом городе знакомый такой мой шапшин знакомый друг одного моего приятеля вот он драгдиллер и собственно говоря такой артистичный драгдиллер у него много искусства коллекции какого-то искусства современного большой красивый современный дом не с низкими потолками действительно сделанный по таким европейским что ли чертежам открывается из огромных окон прекрасный вид на озеро там и так далее да но это скорее все исключение из правил но вот этот человек да он производил впечатление некого оптимиста хотя его поскольку очень плохо знают ничего в нем большего чем вот такое в первое впечатление сказать не могу а тот человек который поселился рядом со мной является теперь моим соседом это вовсе не оптимист вот он тоже торгует наркотиками и он очень озабоченный очень мрачный субъект он только появился на второй или третий день он так когда шел по коридору сталкивался со мной криво как-то ухмылялся и значит соответственно он говорил там что-то вроде хей босс не знаю что-то как это типа что-то смешное как бы смешно потом он стал стал все мрачнее и мрачнее поскольку я выхожу на улицу каждый день курить я не естественно в доме себя вот я так или иначе сталкиваюсь с этим человеком и сталкиваюсь с его клиентами клиенты как правило это богатые люди которые приезжают на роскошных автомобилях на каких-нибудь бентли мазерати и прочих довольно очень очень дорогих автомобилях то есть совсем даже выше наверное чуть среднего класса на люди поэтому какой-то другой уровень жизни вот наверное они покупают кокаин я не знаю что на самом деле могут покупать у него наверно такое что-то там вряд ли крокодил вот но среди этих людей я не видел счастливых людей то есть вот эти клиенты я запомнил даже какое-то количество людей то что есть некоторые видимо постоянные так называемые клиенты вот они все достаточно мрачные какие-то дерганы раздраженные не знаю они очень взлятся когда этот человек не открывается барабанит к нему в дверь в окна ходят какими-то кругами вокруг и так далее спрашивают меня бесконечно где он там так далее может быть принимая меня за какого-то работника местного я не знаю почему на меня они спрашивают об этом вот иногда ну как то так даже подъебывают что ли да то есть тоже какие-то шуточки отпускают мрачные опять же это это уже отыскать люди которые не улыбаются тебе при встрече это люди которые смотрят из-под лобби и скорее воспринимает тебя как что-то неприятное как не то с чем ты будешь раскланиваться и строить какую-то улыбочку на лице нет это ну люди в своих делах вероятно из-за отсутствия какой-то дозы да я не знаю это наркоманские дела конечно это уже совсем другое ну вот здесь все экстремально когда ты наркоман и когда у тебя там ломка или что-то я не знаю то конечно ты воспринимаешь мир весь окружающий мир как полосу препятствий как какую-то очень неприятную декорацию пока ты не принял свою дозу тогда ты успокаиваешься тогда как бы можешь выдохнуть и даже может быть улыбнуться кому-то пока ты этой дозы не получил ты дико сдражен не важно сколько у тебя денег в кармане не важно кто ты важно что если нет дозы значит ты несчастлив категорически вот таких людей наблюдаю да конечно из таких людей не состоит вся америка америка разная огромная большая страна где соответственно всяких людей хватает из моих знакомых по-настоящему счастливых людей чтобы они прямо вот смеялись с утра до вечера ну я знаю одного такого человека это адам зарецкий несмотря на то что в его жизни не все совсем гладко или часто даже совсем не гладко он человек весьма позитивный он старается все время шутить как улыбаться так далее то есть шутить не только со мной а с посторонними людьми вообще вести себя как бы бодро некоторых людей раздражает сказать что я думаю что это все таки такая маска конечно же то есть ну я не видел его чтобы он прямо сидел в депрессии там плакал или там проклинал все на свете даже когда он говорит каких-то своих негативных проблемах это человек который говорит об этом шутя это конечно не может не создавать такой положительный ареал вокруг него не может не респектировать потому что когда тебе говорят депрессивно о каких-то вещах то ведь тебе самому то есть действительно депрессивно там со слезами с плачем со стоном жаловаться на жизнь тогда тебе самому как-то не очень приятно а когда человек этих же самых проблемах говорит легко беспечно и с мрачными шутками но они смешные все таки эти шутки да тогда как бы ты действительно смеешься вместе с ним и и как бы в этом таком так позитивный похуизм да вот судьба меня бьет я буду шутить это очень хорошо но таких людей действительно мало по настоящему вот в основном это люди которые работают до вечера как я говорил на разных работах то есть кому-то из этих людей нравится их работа кому-то нет тем не менее они очень много работают практически перерабатывают иногда работают на двух работах сразу то есть некоторые мои соседи они медики там доктора и так далее считает что в америке доктор самая высокооплачиваемая профессия она конечно это не совсем так то есть наверно какие-то есть светила суперзвезды в этой области они наверно очень богаты действительно по-настоящему а есть люди которые ну являются таким средним классом им приходится все таки очень много работать несмотря на то что они в этой самой медицине вертятся и поэтому конечно они работают как проклятые там и по ночам и не знаю когда и в редкие промежутки времени когда им удается не работать они как-то занимаются активным спортом или чем-то еще но не забывают при этом как не смешно одновременно и пить и курить и все такое то есть как-то расслабляться вот смешно да и курить еще ко всем прочим вот это вот страшная вещь и курить ребята еще да сколько бы не увеличивали цены на сигареты сколько бы не запрещали курение в общественных местах в америке все равно люди продолжают курить в том же объеме как и курили всегда так что все это глупости относительно чистых дворов и борьбы с курением не знаю в общем все это по-прежнему люди должны как-то расслабляться они же не машины им очень трудно хоть как-то расслабиться после этой трудовой недели она же тяжелая по-настоящему это трудовая неделя люди изматываются того в америке наверное очень много раковых заболеваний действительно очень много по-настоящему прочим я думаю как и везде везде жизнь сладкая везде люди стараются как-то отвлечься от этого кошмара ежедневности и поэтому и пьют и курят и там не знаю пускаются во все тяжкие я наблюдаю за другими своими соседями есть у меня такая соседка истеричка которая постоянно меняет мужиков и все время они ее бросают с какими-то жуткими сценами то ее бьют по морде прилюдно то еще там что-то то она сама на кого-то бросается это тоже какая-то женщина которая работает в медицине хорошо ну относительно хорошо получает то есть не сумасшедшая бомжиха там и так далее опять же средний класс который не может как-то в этой жизни чего-то найти какой-то гармонии иногда она приводит по двум